МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мечты сбываются". Состоялось торжественное открытие стадиона 16-й школы. Миллион Росатома. Саров принимает участие в конкурсе среди городов атомной промышленности. Замороженная стройка портит внешний облик города. Очередное обращение в рубрику Городской дозор. Далее расскажем обо всем подробно. Миллион Росатома – один из самых массовых конкурсов госкорпораций. Он проводится с 20 августа по 20 сентября в 20 городах атомной промышленности России в рамках социального проекта «Росатом вместе». Его цель – вовлечь жителей городов присутствия госкорпораций в вопросы и проблемы социального развития территории. Это потрясающий конкурс, потому что наша госкорпорация не просто заботится о людях, а заботится еще и о среде их жизни. То есть о городах и их пребывании. И выделяет деньги не только на работу, но еще дает возможность людям самим выбирать, на что потратить деньги. Но не просто дает, а дает их активным людям, тем, кто готовы бороться за то, чтобы и город развивался. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно иметь под рукой смартфон и 15 минут свободного времени. В случае победы потратить выигрыш город сможет на образование, медицину, досуг, предпринимательство, обустройство городской среды, экологию, культуру или спорт. Голосование проводится в приложении «Гражданин страны Росатом». Все очень просто, скачивается приложение, и в этом приложении нужно просто выбрать, что вы хотите, что произвелось в вашем городе, и предложить, как вы готовы сами поучаствовать в этом развитии. Конкурс проходит в несколько этапов, и на первом этапе, который идет сейчас, необходимо, чтобы участие в голосовании приняло более 10% жителей нашего города. Потому что если нас будет меньше, наш город просто вылетит из этого конкурса. И не менее 10% из проголосовавших должны ответить на вопрос, чем я готов помочь своему городу. То есть результат конкурса напрямую зависит от активности жителей. Приложение «Гражданин страны Росатом» можно скачать и в App Store, и в Google Play. Когда Максим Нихаев узнал о конкурсе, не смог остаться в стороне. Скачал приложение, выбрал интересующую сферу и оставил комментарий, на что необходимо потратить миллион. Я голосовал за сферу досуг, детский досуг. То есть я предлагаю создать новые площадки для детей, для того, чтобы они отдыхали, развивались и получали большое удовольствие. Я хотел бы старый район немножко усовершенствовать. Это Силкино, озеро Боровое. Вот этот район, я считаю, что Остров нуждается в новых площадках. Хороших, качественных, современных новых площадках. Второй этап голосования пройдет с 1 по 31 октября. В нем жители города смогут определить направление расходов 1 миллиона в рамках той сферы, которая была выбрана на первом этапе голосования. Но до него нужно еще дойти. А для этого необходимо уже сегодня скачать приложение и принять участие в голосовании. Потому что именно ваш голос может стать решающим. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Что выгоднее, деньги или готовый гараж? Как будет производиться оценка имущества собственников недвижимости? Когда они получат компенсацию и где будут построены новые гаражи? Вопросы обеспокоенные жители задавали один за другим, зачастую перебивая друг друга. Сидящие в зале ставили под сомнение каждое слово властей. А те, в свою очередь, заверяли горожан прозрачности процедуры и полной поддержки жителей. Задача администрации города, чтобы горожане жили спокойно и не волновались. И поэтому еще раз я вас призываю просто и обещаю от администрации, что мы примем все возможные меры, чтобы вы не пострадали. Кроме этих слов, на сегодняшний день мне, к сожалению, вам пообещать нечего. Вопросы по поводу своего имущества члены гаражного кооператива задают чиновникам уже больше года. С тех пор, как жителям города представили план застройки микрорайонов 1А и 1Б. Теперь началась стадия активного решения проблемы. До конца этого года на конкурсной основе выберут независимого оценщика, который определит для каждого собственника размеры индивидуальной компенсации. В любом случае, на конец этого года каждый будет знать стоимость своего, рыночную стоимость своего имущества, которое у вас будет изыматься. Также муниципалитет выделит гаражно-строительному кооперативу участок на улице Силкина за автозаправкой, на котором собственники снесенных гаражей смогут построить новые боксы. Гаражно-строительный кооператив заключит договор, инвестирование, какое угодно, где будут прописаны ваши права и обязанности, где будет определена стоимость. И, конечно, мы прекрасно все понимаем, что стоимость это действительно дешевле, чем рыночная оценка готовых гаражей. Все будет контролировать ваш гаражно-строительный кооператив. Оценка гвозда заключается в том, что деньги, которые будут выплачены вам из гаражей, они идут только в конце 20-го года. Поэтому требуется инвестор, который вложился деньгами, построил гаражи, а ему потом будут эти деньги ваши перечислить. По словам представителей администрации, уже есть компании, которые готовы построить автолюбителям гаражи по индивидуальным проектам или предоставить равноценный обмен. И предложили создать инициативную группу, которая будет участвовать в переговорах по определению инвестора. Система «Умный Саров» готовится к масштабному тиражированию. Применить на своих территориях саровскую разработку собирается в других городах присутствие госкорпорации «Русатом». Также проектом заинтересованы более 10 регионов нашей страны. Начать внедрять саровский образец собираются в ноябре. Для того, чтобы познакомиться с оригиналом, больше узнать о том, как он функционирует, в наш город приехали представители других городов в присутствии госкорпорации. И то, что мы привезли сюда порядка трех десятков коллег, сорвав их с заводов, со строек, это потому, что мы придаем очень важные значения этому проекту. У нас остается полтора месяца. Это очень хороший срок до того, когда мы должны сделать федеральный, я бы сказал, образец. Участники семинара погрузились в проект и узнали все нюансы. Гостям из других городов в присутствии госкорпорации рассказали о работе действующих модулей системы «Умный Саров» и развитии новых слоев. Ну вот буквально недавно я поставил разработчикам задачу сделать систему контроля обращения с твердыми коммунальными отходами. Она сегодня практически сделана. И мне кажется, следующий шаг, как минимум, это вопросы, связанные с пуском тепла. Также в ближайших планах подключить учреждения культуры и спорта к сервису онлайн-оплаты и бронирования услуг. Помимо обязательных слоев, для каждого региона возможны вариации. Появление новых, независимых от начального образца модулей – это отражение потребностей администрации жителей города. Позаимствовав нашу технологию, другие города пойдут по своим траекториям. Саров будет оставаться центром разработки, одним из центров разработки, где будут делаться определенные вещи там, где у нас есть к этому наилучшая компетенция, квалификация. После выхода продукта на рынок у Сарова появятся конкуренты, которые также будут дорабатывать систему. Это значит, что у нашего города будет дополнительный стимул развивать «Умный Саров», в том числе опираясь и на пожелания жителей. Свои предложения по улучшению проекта горожане могут присылать на электронную почту sacsobakaadmdefisarov.ru. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в Сарове занимается выявлением и раскрытием преступлений экономической направленности. Сотрудники рассматривают сообщения о фактах коррупции, махинациях с налогами, взятках, сбытом поддельных денег. Число экономических преступлений примерно одинаково на протяжении нескольких лет. Характерными преступлениями это было дело направлено в отношении бывшего директора музыкальной школы, по факту мошенничественных действий с ее стороны. Также в настоящее время расследуется уголовное дело в сфере оборонно-промышленного комплекса, по фактам нарушения гособоронзаказа и контрактов по ним. Из-за специфики города такие дела приоритетны для отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Также сотрудники этого подразделения занимаются выявлением фактов изготовления оборота фальшивых купер. В этом году возбуждено три уголовных дела, связанных со сбытом поддельных денежных знаков. Добропорядочный гражданин пришел расплачиваться в одном случае у нас на заправке. И был выявлен факт того, что купера у него была фальшивая, соответственно, проехала следственная оперативная группа. Данную куперу мы изъяли, направили на исследование, и уже выяснилось, что она является фальшивой, соответственно, было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия, касаемо выяснения, откуда у гражданина взялась данная купюра. О том, как распознать фальшивку и что делать, если вам попалась такая купюра, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Вырытый котлован, фундамент, стены подвала и часть каркаса здания. И все это почти в центре города. Полуразрушенная стройка на перекрестке улиц Московской и Курчатова уже много лет доставляет неудобства местным жителям. В 2014 году здесь начали строительство нового торгового центра. Но в 2015-м стройку приостановили и оградили забором. Со временем металлическое ограждение заржавело и стало разваливаться. Уже шесть лет он здесь. Ну, надо какие-то меры принимать. Уже язык у всех устал говорить. Уже деньги вложены, конечно, жалко, но не знаю, что они планируют здесь строить. Здесь магазин строят, он не к месту магазин вообще. Все эти годы жители дома 22 по улице Московской пробираются к своим подъездам вдоль забора по гнилым доскам, что может грозить травмами. Помимо этого территория стройки не охраняется. Повсюду лежат груды мусора и бесхозные строительные материалы. Дети лазят на эту стройку. Не дай бог, что случится, кто будет отвечать. Здесь и проходы, вон, открытые проходы, дети лазят туда. А там ведь штыри большие. Только детей гоняешь и внуков. Жильцы многоэтажки не единожды обращались в Думу и администрацию с просьбой ликвидировать последствия замороженной стройки, убрать забор и привести территорию в порядок. В начале года депутаты рассмотрели вопрос на одном из заседаний комитетов. Тогда народ избранникам доложили, разрешения на строительство объекта нет, срок договора аренды истек. В связи со смертью одного из собственников необходимо было уладить вопросы наследования. Вопрос должен был решиться на уровне области еще в январе. Там было три владельца. Один владелец умирает и сейчас решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается и, значит, министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении экономики, продлении договора на аренду или, так сказать, прекращении. В случае непродления договора аренды застройщик должен демонтировать возведенные конструкции за свой счет. Но стройка на Курчатова-Московской так и продолжает стоять в неизменно замороженном виде. Как решился вопрос в области, продлен ли договор аренды и, если нет, почему застройщик не демонтирует стройку? Все эти вопросы официальным запросом мы направили в Государственную строительную инспекцию и администрацию города. Канал 16 будет следить за развитием событий. Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школы номер 16 – не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7, затем 12 и может быть 13-я школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам на встречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет и мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки и зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Не всегда фальшивую купюру легко распознать. Зачастую ошибку допускают даже опытные кассиры, сдавая инкассатору вместе с наличными деньгами поддельные банкноты. Уже в банках деньги проверяют на специальном оборудовании и при возникновении сомнений отправляют на исследование в полицию. То есть мы исследуем не химический состав бумаги, как химики это сделаются, мы исследуем это визуально при помощи микроскопа, лупы, при помощи ультрафиолетов или инфракрасных лучей, специальных приборов. Исследуем чисто внешние признаки в соответствии с легальными натуральными купюрами. Чаще всего к экспертам поступают пятитысячные купюры. Реже встречаются поддельные двухтысячные, очень редко приходят мелкие купюры. Исследуя образец, прежде всего специалисты обращают внимание на защитную нить. В настоящих денежных билетах предприятие «Гоззнак» ее невозможно извлечь. В поделках сделать это можно при помощи обычной иголки. Есть ряд других признаков, на которые нужно обратить внимание. Человек, который берет купюру, он просто посмотрит. Должно быть два номера обязательно, они одинаковые. Чтобы не попадались купюры, которые номер не соответствуют. На одном купюре, они разные, слева и справа разные номера. Надо смотреть, чтобы все ликвизиты были на месте. Водяные знаки мы смотрим на просвет. Также можно влажным пальцем потереть номер или перегнуть в этом месте купюры и провести ногтем. Если заметите, осыпание красителя в этом месте перед вами фальшивка. В натуральных купюрах размывания и осыпания не будет. И никакое сгибание им не повредит. При подозрении на то, что перед вами фальшивка, обращайтесь в полицию. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. При поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Жить, побеждая диабет» для жителей города будут проводить разнообразные занятия и встречи. Цель – показать, что с заболеванием можно вести яркую и полноценную жизнь. Диабет – не приговор. Нужно регулярно обследоваться, научиться контролировать уровень физической активности и питания. Встречи, лекции, практики для того, чтобы особенно вновь выявленным людям с диабетом оказать информационную поддержку, психологическую поддержку, чтобы люди знали, что они могут куда-то прийти, обратиться со своими проблемами. На презентации проекта врач-эндокринолог Лилия Барышникова рассказала о последствиях, способах диагностики, лечения заболеваний и ответила на вопросы участников. Знать все о диабете полезно как больным, так и их родным и близким. У меня наследственность по сахарному диабету, мама болела с сахарным диабетом. И для меня это актуально в том плане, что мы планируем беременность. И мне вот интересно, насколько для будущего поколения опасно вот это вот заболевание. Для тех, кто хочет узнать о заболевании больше, Нижегородское региональное общественное движение «Медицина и мы» организует школу управления диабетом. С октября в ней будут проводить лекции и встречи с врачами-эндокринологами по детскому и взрослому направлению. Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. На иллюстрациях Юрия Васнецова оживают герои любимых с детства сказок. Вот волк стучится в избушку, где живут коза и семь ее деток. А вот лиса, выгоняющая зайца из его домика. В своих работах художник использует приемы детского рисунка. Главные персонажи увеличены, второстепенные герои уходят на дальний план. Понимательный ребенок, когда слушает сказку, он разглядывает в это время картинку. И четыре строчки превращаются в целую историю, в целый мир. Вот что умел делать Юрий Васнецов. Представленные работы помогают не только проследить, как формировался характерный авторский стиль, но и открыть новую страницу в истории советской иллюстрации. Во времена Юрия Васнецовой перед писателями и художниками стояла задача поднять детскую литературу до уровня взрослой. Каждая книжка – это было событие, событие и в книжном мире, и событие в жизни ребенка, семьи, родителей. Поэтому были привлечены лучшие писатели, которые писали для детей специально. Вообще складывается вот такой круг детской литературы. Важным было взаимодействие писателей и художника. В руки иллюстратора попадали совсем новые произведения, когда никто не знал, как должны выглядеть те или иные персонажи. Воснецов нашел образы медведя, волка. Он у него абсолютно свой, абсолютно узнаваемый. Он кочует из сказки в сказки, приобретая разные характеры. Работы Юрия Васнецова вошли в золотой фонд книжной иллюстрации. До сих пор их переиздают, и родители, читая книги с рисунками художника, не меньше своих детей радуются встрече со знакомыми персонажами. Увидеть его работы в художественной галерее можно до 20 октября. Для зрителей любого возраста. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В очередной раз Темников пригласил жителей республики из соседних регионов окунуться в культуру Мордовии. В этот раз погрузиться в атмосферу 19 века помогали школьники в костюмах купцов и дворян. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая познакомила их с этническими и национальными особенностями старейшего мордовского города. Фестиваль проводят на второй год подряд для того, чтобы показать, что малые города не существуют, и на самом деле здесь живут самые искренние люди, которые верят в свой город. И хочется сохранить традиции, которые начинали наши предки. На территории фестиваля расположилась выставка-ярмарка продукции местного производства. Темниковцы демонстрировали богатый урожай, который удалось собрать в этом году. Гости познакомились с мордовской, русской и татарской национальной кухней. Атмосферности и колорита добавили выступления артистов. Краснослободский ансамбль «Родничок» подготовил для фестиваля 13 вокальных номеров с театрализованной частью. Солистка Екатерина Шестакова считает, что важно обращать внимание на культурное развитие малых городов. В Краснослободске были такие храмы, были такие церкви, и, к сожалению, в 30-е годы они потерпели крушение. К сожалению, это коснулось не только Краснослободский, темников, вот этот старейший город Мордовья тоже, тоже его коснулось. Но, к счастью, повернулись лицом к религии, к памятникам народной культуры. На ярмарке проводились разнообразные мастер-классы. Умельцы учили бисероплетению, вышиванию и созданию кукол. Саровские ремесленники лепили игрушки из глины. Темников не только сохраняет самобытность и историческую ценность, но и развивает новую инфраструктуру города. В центре благоустраивают аллею славы, сквер молодоженов и парк имени адмирала Ушакова. Все это создается для комфорта местных жителей и гостей района. Что-то надо делать, чтобы оживить жизнь в таких городах. Искать какие-то точки роста, сохранять традиции. Здесь делать город комфортней, благоустроенней. Вот тогда люди будут в городах маленьких оставаться. И тогда будет здесь развиваться промышленность, производство, ремесленничество разного рода. После развлекательной части фестиваля «Малые жемчужины России» состоялся круглый стол, где поднимались вопросы развития российской глубинки. Представители районов Мордовии и соседних регионов обсуждали увеличение потенциала и способы привлечения туристов. Акцент сделали на взаимовыгодных отношениях. Помощь друг другу, обмен опытом и идеями даст толчок в развитии малых городов. Дарья Козина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. С начала этого года в нашем городе произошло 22 ДТП с участием пешеходов. Среди них было 8 детей. В этих авариях 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Один погиб. Из 20 наездов на пешеходов 8 дорожных транспортных происшествий произошло именно при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Акцию провели на регулируемом перекрестке улиц Московская и Зернова. Этот участок признан одним из самых аварийных в городе. В том числе здесь происходили и наезды на пешеходов. Чтобы предостеречь людей и напомнить им о важности безопасности на дороге, волонтеры раздавали листовки с правилами. Изюминкой акции стало появление ростовой куклы черного кота, который переводил горожан по пешеходному переходу и рассказывал о том, как не стать жертвой ДТП. Волонтеры, студенты техникума не первый раз принимали участие в акциях ГИБДД. Они считают, что никогда не лишний еще раз напомнить горожанам, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И садясь за руль, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Но и пешеходам не стоит забывать о безопасности. Особенно такие акции, по мнению студентов, полезны детям. Дети, они все воспринимают лучше в игровой форме, и тем самым они заинтересовались. И, мне кажется, они запомнят это надолго. Сейчас сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами начали подготовку к новым акциям в рамках месячника по безопасности дорожного движения, который пройдет в октябре. Одним из главных направлений следующих проектов станет популяризация световозвращающих элементов в темное время суток. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. На праздник микрорайона Центра внешкольной работы маленькая Таня пришла вместе с бабушкой. Осенние мероприятия вместе с нами, они ждали с нетерпением. Для них провести время на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома. Тут познаешь, выиграешь, потом смотришь, чем занимаются здесь детки. Поют, танцуют, аттракционы. Мне очень понравилось, и я думаю, что и моей внучке понравилось. Праздник вместе с нами активисты клуба здоровья традиционно проводят для жителей микрорайона. Каждый год организаторы напоминают юным гостям, что осень – это совсем не хмурая и пасмурная погода, а красивое и яркое время года. Мы сегодня хотим всем жителям доказать, что осень – это все-таки яркое время года, это буйство красок. И мы еще им сегодня на нашем празднике раскроем и покажем топ-7 способов, как осенью была постоянная энергия. На протяжении всего вечера юные гости участвовали в конкурсах, разгадывали загадки на тему осени, фотографировались с ростовой куклой, а также принимали участие в интерактивных играх и мастер-классах, где из подручных материалов мастерили игрушки. Мне дали прищепочку, я раскрасила сначала коричневым, а потом пятнышки черным. Хотела сделать собачку. Яркую концертную программу для жителей микрорайона подготовили творческие коллективы и активисты объединений Центра внешкольной работы. На площадке выступили воспитанники ансамбля русской песни «Забава», театра «Моды Русь» и клуба собаководов «Акбар». Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Семья в нашей жизни имеет огромное значение. Это место, где ребенок делает свои первые шаги, учится познавать окружающий мир и взаимодействует с людьми. Не случайно именно семья стала центральной темой третьего городского медиафестиваля «Свободный стиль». Принять в нем участие могут школьники от 11 до 17 лет. Для участия необходима заявка, которую можно скачать и заполнить на сайте ДШИ номер 2, и сама работа. Это фото, это презентация, это эссе, это компьютерная графика. То есть все, что связано и включает в себя понятие медиа-творчества. Каждый участник может прислать только одну работу в одной номинации. Всего их семь. К уже имеющимся традиционным номинациям добавилась номинация «Эссе» и спецноминация, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Фестиваль не ограничивается только Саровым. Он расширяет географию, привлекая детей из других городов. В прошлый раз свои работы на фестиваль прислали увлеченные современными компьютерными технологиями школьники из Нижнего Новгорода и Бора. В этом году организаторы также планируют привлечь иногородних участников. Заявки работы на фестиваль принимают до середины февраля. Подведение итогов и награждение победителей запланировано на 20 марта 2020 года. Привить детям любовь к чтению – это главная задача сентябрьской акции «Читающее детство». Сотрудники детской библиотеки в этом проекте решили связать чтение книг с творческим процессом и предложили юным читателям взглянуть на художественные произведения через призму игры, театра и кино. Мы стараемся показать, что книга – это возможность для ребенка не просто что-то прочитать и узнать, но еще и в чем-то себя попробовать, сделать что-то своими собственными руками. Библиоперформанс «Битва классиков» – одно из мероприятий в рамках акции «Читающее детство». На занятиях старшеклассники представляют на сцене перформансы по мотивам произведений писателей различных эпох. Такая форма работы, конечно, помогает по-новому взглянуть на классику, глубже, наверное, прочувствовать эмоциональные какие-то посылы героев главных и, наконец, заряжает замечательным настроением. Семиклассники 16-й школы одними из первых приняли участие в «Битве классиков». Сначала ребята разгадывали ребусы и загадки, определяли автора и название произведения, которое станет основой перформанса. В распоряжении школьников был различный реквизит и атрибутика. Ребята облачаются в костюмы сказочных героев и репетируют, показывают команде соперников постановку на основе произведения какого-то литературного классика. Школьники переуплотились в героев произведений Пушкина и Гоголя. На сцене подростки представили отрывки из поэмы Руслана и Людмилы и повести «Ночь перед Рождеством». Это было необычно, очень интересно перевоплощаться в этих героях. И сплоченная работа была. Да, мне очень понравилось. Это было очень здорово и весело. Мне очень понравилось. Я бы еще раз хотела прийти сюда и поставить со своим классом сказку. Подробнее познакомиться с программой интерактивных занятий в рамках акции «Читающее детство» можно на сайте библиотеки. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Надев костюмы кегуруми, взяв в руки листовки и смайлики, волонтеры клуба «Инсайт» отправились дарить хорошее настроение прохожим. Акцию «Улыбка. Монетка. Копилка. Здоровье» ребята приурочили ко дню рождения смайлика. Моя главная задача – подарить окружающим улыбку, поскольку нас с погодой не жалуют. Поэтому в обычные будни мы хотим подарить людям улыбку и немножко счастья. Акция «Улыбка. Монетка. Копилка. Здоровье» в нашем городе проводится впервые. Ее цель – привлечь ребят и подростков к созданию позитивного настроения в обществе, а также научить детей проявлять доброту, любовь и уважение к людям. Ребята решили, что нужно что-то веселое в эти серые дни и решили переодеться в кигуруми и раздавать наклики в виде смайликов людям, чтобы всякий прохожий улыбался. За час мальчишки и девчонки из «Инсайта» успели обнять несколько десятков человек. Мы шли, было очень грустно. И когда мы увидели толпу ребят, которые подошли к нам, начали давать пять, обнимать, сразу поднялось настроение, и на душе как-то стало светло, и это очень приятно. Я прям удивлена, прям вот так вот, приходишь, о, ну, сейчас дадут пойти, и все, приходишь, сразу обниматься, все такое. Ну, весело, настроение, прям позитив появился. Мне очень понравилось, потому что у меня сегодня было шесть уроков, спецкурсы, дополнительные занятия, и это очень подбодрило, и вообще поднялось настроение. В ближайшем будущем волонтеры «Инсайта» примут участие во Всероссийском кроссе нации «День бега», где проведут интерактивные игры, а также выступят с судьями веселых стартов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.